17 марта президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский и председатель первичной просоюзной организации компании Алексей Лыч подписали коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом на 2015 год. Контроль за выполнением коллективного договора возложен на правком и администрацию «Энергоатома». Подписанию колл-договора предшествовала конференция трудового коллектива НАЭК «Энергоатом», которая состоялась 12 марта. В ходе конференции был согласован текст коллективного договора, в котором были внесены изменения и дополнения, наработанные на основании постановлений конференций трудовых коллективов на площадках атомных электростанций. Выступая с докладом на конференции, президент компании Юрий Недашковский отметил, что «Энергоатом» успешно прошел очень сложный 2014 год. «З одного боку, мы достаточно успешно прошли очень нелегкий минулий год. Есть серьезные у нас добудки. Есть очень важные сложности в ситуации, в которой мы опинились из-за окременных решений, принятий, в том числе на государственном уровне. Компанией было вироблено 88,6 млрд кВт электрической энергии. Плановое задание выполнено на 102,7%. Виконали все атомные электростанции. Хотелось бы отзначити, в первую очередь, Запорежье и Рівненске. Они достаточно хорошо выполнили план. В прошлом году часть «Энергоатом» в загальном обществе производства электроэнергии установила 48,7%. Среди основных проблем, с которыми сталкивается в последнее время «Энергоатом», Юрий Недашковский назвал рост неплатежей за отпущенную электроэнергию. Только на 1 января текущего года общая задолженность «Энергорынка» перед «Энергоатомом» составила почти 7 млрд гривен. Но, несмотря на это, первоочередными задачами компании в 2015 году, как всегда, являются безопасное производство электроэнергии на атомных станциях Украины и выполнение плановых показателей по товарной продукции текущего года. Юрий Недашковский убежден, что, подписывая новый коллективный договор, сотрудники должны учитывать реалии, в которых приходится работать «Энергоатому» сегодня. В 2014 году было обеспечено выполнение коллективного договора в частине надания одноразовой материальной допомоги на здоровье. В связи с выпуском в березне и квитне мы выплатили награду за подсумками работы в 2013 году, в грудні премии до Дня энергетики. То есть, мы вишуковали все финансовые возможности и возможности для выполнения ГАУЗЕ и нашего коллективного договора. Нам практически удалось сберегать все пильги и гарантии для работников компании. Мы прикладываем всех усыдь для отримания этого уровня. В свою очередь, председатель первичной профсоюзной организации «Энергоатом» Алексей Илыч отметил, что итоги выполнения коллективного договора в 2014 году доказали, что «Энергоатом» остается социально ориентированной компанией. Администрация сделала все возможное для выполнения коллдоговора в полном объеме. Водячи подсумки 2014 года, действительно, мы можем сказать, что компания подтвердила, что она социально ориентирована. Все возможности, которые имела компания, они были направлены на то, чтобы полностью 100% выполнить условия коллективного договора. Все обязанности, которые брала на себя администрация, что до выполнения условий коллективного договора, были выполнены. Сегодня руководство «Энергоатом» считает социальную политику одним из приоритетных направлений своей деятельности и неотъемлемой составляющей ядерной безопасности. Заработная плата в компании выплачивается в сроки, предусмотренные коллективным договором. Индексация доходов проводится в соответствии с законодательством. В полном объеме выполняются требования по нормированию труда. Что касается социальных доплат, прежде всего в этом году удалось сохранить помощь на оздоровление к отпуску, и выплачиваться она будет в размере оклада на 1 января текущего года. Профинансирована 13-я зарплата. Какие же изменения коснулись единоразового пособия при уходе на пенсию? Льготные категории работников будут удалены из этого положения. Единоразовые пособия при уходе на пенсию будут получать все работники, достигшие пенсионного возраста, но по состоянию на 31 декабря 2014 года. Радует одно, что нам удалось сохранить все практически, что у нас было. Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом на Экоэнергоатом был принят, но только на 2015 год. И в завершении конференция трудовых коллективов компании направила обращение к президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады с предложением о создании отдельного органа госуправления атомно-энергетическим комплексом с прямым подчинением Кабинету министров Украины.